ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Цены на 92-й бензин в России отличаются сразу на треть. Самое дешёвое топливо продают в Челябинской области 40 рублей за литр. Самое дорогое свыше 50 рублей, в том числе на Чукотке, Сахалине и Камчатке. Это объясняется дороговизной транспортировки горючего. Добавлю, что Кировская область в конце января была лидером по стоимости 92-го бензина в Приволжском федеральном округе. В среднем почти 45 рублей за литр. ТРАССА СТО ОДИН Только каждый восьмой пешеход в Россию уверен, что водители его пропустят на переходе. Социологическое исследование было проведено почти в 30 российских городах, информирует издание за рулём. Киров в перечень не попал. Наиболее неуважительным отношением к пешеходам грешат водители в Махачкале, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Лучше всего дела обстоят в Новосибирске, Казани и Москве. Чаще всего игнорируют пеших граждан на зебре таксисты. На втором месте, что любопытно, женщины-водители. Далее идут чиновники, депутаты и силовики. ТРАССА СТО ОДИН Из-за повышения утиль сбора, который произойдёт в ближайшие недели, новые автомобили заметно подорожают, считают специалисты рынка. Наибольшая прибавка, в среднем около 70 тысяч рублей, коснётся машин, ввозимых из-за рубежа. Иномарки, собираемые в России, тоже вырастут в цене, но поскромнее. Что касается отечественных брендов, то тут среди экспертов единогласия нет. Однако наши автопроизводители вряд ли упустят столь прекрасную возможность переписать ценники в сторону увеличения. ТРАССА СТО ОДИН Власти Москвы подвели первые итоги применения дорожных камер, которые распознают неиспользование ремней безопасности. За два последних месяца таких случаев было зафиксировано более 4 тысяч, и это очень много, считают чиновники. Всего на дорогах столицы работают 8 таких комплексов. Они делают снимки лица водителей и пассажиров, на которых затем размываются, чтобы соблюсти законодательство о защите персональных данных. Штраф за непристёгнутый ремень, напомню, составляет одну тысячу рублей. ТРАССА СТО ОДИН А Тойота начала продажу RAV4 с новой опцией управления некоторыми функциями автомобиля с помощью мобильного приложения. Стартовая стоимость кроссовера почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Приложение позволяет найти автомобиль на парковке, отследить такие параметры, как пробег, среднюю скорость, маршрут. Также есть возможность связаться с экстренными службами, зафиксировать полученные в ДТП повреждения и геолокацию. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова